Посыпала зеленью. Здоровая, полезная тарелка. Практически пустой холодильник. Возвращает ящики и полочки на место. Вот помидоры уже такие большие вымахали. Много куда их добавляю. Ура за коктейль. Выбирай, какой ты хочешь. Просто в восторге. Сегодня прям так много получилось. И кашка на овсяном молоке. Мы решили немножко прогуляться и купили велосипед. И еще один взяли. Так вот мы спонтанно приобрели велосипед. Ящик манго стоит 4 евро. Стоит 7 евро. Покупились немножко. Будем огород на них ездить. Стоило 6 евро. Ящик голубики стоил 5 евро. 11 баночек стоило 6 евро. Такая красивая, крупная. Мы приехали еще в Ивалде. 79 центов за 200 миллилитров. Вот мы и вернулись в магазин. Цукини. Мирон моет тут свою машину. Сытный лопио. Овощи, фрукты. Ой, это еще так долго наступил этот долгожданный день. Видимо мы приехали вовремя. Угощают пирогами, фруктами. Наконец-то получили свои огороды. Это 4 вида разного картофеля. А я вся в расстроенных чувствах. И вроде как она даже с ними судится. Надо прямо стыдить. Посмотреть свои владения, так сказать. Ух ты! Мы решили немножко прокатиться. Кто-то отвалилось и колесо сдулось. Как хорошо! Потому что маме надо рулить. Выяснилось, это Витя себе на работу радио купил. Я думаю, куда он его? У нас вроде бы стоит. На завтрак я буду готовить омлет из нутовой муки. Здесь у меня обжаривается красный лук и шампиньоны. Разбавила нутовую муку с водой. И добавила немножко копченого тоха. Сейчас все перемешаю. Соль, копченая паприка. Отправляю смесь в сковороду. Посыпала зеленью. И буду готовить на медленном огне под закрытой крышкой примерно 10 минут. На завтрак у нас сегодня здоровая, полезная тарелка. Отварной нут, брокколи, омлет из нутовой муки. Рис остался еще со вчера. И огурчик я сняла кожуру. Вот такой у нас завтрак. Я хочу сильно кушать. Сильно хочешь кушать? Кушай, сынок. Вот так вот так. Летает, летает бабочка, бабочка. Всем большой привет, друзья. Добро пожаловать в новое видео. Сегодня я решила воспользоваться случаем. У меня практически пустой холодильник. И поэтому я решила его помыть. Первое, что я делаю, это вытаскиваю все содержимое холодильника. И вытаскиваю полочки и ящики. Витя тут подъезд у нас мает. Я принесла полочки в ванну, забрызгала их. Сейчас буду их отмывать. Верончик один день накупался, получил удовольствие. Вот мы теперь эту воду используем. Уже который день цветы поливаем. И еще осталось, а надо ее убирать. А наш Мирончик сидит в своей песочнице. Все полочки и ящики помыты. И теперь можно помыть холодильник внутри. Делаю я это простой водой. Больше ничего не добавляю. Знаю, что некоторые моют уксусом. Но я это не использую. Ну и после того, как в холодильник внутри полностью чист, можно возвращать ящики и полочки на место. Как я уже сказала, прошла неделя. Впереди выходные. И у нас абсолютно пустой холодильник. Поэтому возвращать не так много. Сегодня пятница. Витя еще работает. А завтра мы поедем закупимся. Все. Абсолютно чистый, пустой холодильник. Здесь немножко овощей осталось. На этой полке только тофу. Еще один тофу и соус песто, который я вчера готовила. И здесь ничего нет. И здесь пиво и соевый соус. Все. Ну пойдем домой тогда. Идешь? Да. Витя тут постельное белье развесил. Витя скоро на работу. У него на обед вареники. Это мы давно лепили. Последние остались. Пока. Пока, папа. Удачи, Зина. Удачи. Я вчера вечером уже настроилась. Хотела пересаживать всю свою рассаду в большие горшки. Потому что вот помидоры уже такие большие вымахали. Я хотела в более большой горшок все пересадить. Потому что я не знала, когда мы получим наш огород. И мне жалко, что растениям здесь мало места в этих горшочках. У меня в келлере есть несколько больших горшков. Наверное, штук 10. Ну вот самую крупную рассаду я хотела пересадить. Ну, как обычно бывает, когда последняя капля терпения заканчивается. Витя написали на почту, что сегодня и завтра уже будут выдавать огороды. Сегодня мы не сможем пойти. Потому что у Витя вторая смена. Он уже уехал на работу. А завтра мы наконец-то сходим и получим свой долгожданный участок. И высадим уже тогда всю эту рассаду в землю. И нам пришла посылка. Это пришли сырные дрожжи. Я уже, честно говоря, так к ним привыкла. Много куда их добавляю. В картошку, в макароны, в соуса. Очень вкусный сырный вкус они придают. Ром, что будем готовить? Коктейль. Коктейль. Что нам понадобится для коктейля? Это клубника. Выливаю ее сюда в блендер. Банан замороженный. Сюда. Что еще понадобится? Семечки льна. Высыпаем. Апельсин. Что у нас получилось? Смотрим. Неплохо выглядит. Ты уже пьешь. Ура! За коктейль. Мирончик вытащил меня немножко прогуляться. Неделя закончилась. Сегодня пятница, вечер. Мы решили прогуляться до ДМ. Возьмем вафельки. Что-нибудь перекусить Мирончику. Я ничего не брала. Надеюсь, он еще открыт. Проходи. Выбирай, какой ты хочешь. Клубника, банан, кокос. Какой? На лошадке хочешь покататься? Пока Мирончик на лошадке катается. Я покажу. Мы взяли печеньки. 85 центов. Были евро 75. Вот такой овсяный напиток с бананом. Вафельки. Овсяное молоко. И ватные диски. Мирон меня привел на детскую площадку. Мирончик, не надо песочком сыпаться, сынок. Встретила тут на детской площадке своего друга Мишу. Вот они теперь вместе лазят. Мирон, только, пожалуйста, будь осторожен. Хорошо, сынок? Будешь спрыгивать, Мирон? Ты тут? Мирона? Маша с Мишей привели Мирона в их двор. Мы идем уже домой. Опять мы кое-как распрощались с Мишей и с Машей. Мирон просто в восторге. Он всегда так с ними классно играет. И ему очень сильно нравится. Мирон говорит, я не в восторге. Потому что он сейчас расстроился из-за того, что им пришлось все-таки попрощаться. Но время пролетело незаметно. Мы классно погуляли. И сейчас собираемся пойти домой. Через часик уже Витя приедет. Мы пока умоемся, подготовимся ко сну. И будем встречать папу. Хочу завтра приготовить лобби. Узнаю, что его готовят из красной фасоли. Красной фасоли у меня не оказалось. Но зато оказалась фасоль в красные пятнышки. Надеюсь, что она подойдет. Лобби я до сих пор еще ни разу не готовила. Завтра какой-нибудь рецепт вкусный найду и буду готовить. Мирончик ВДМ выбрал себе песочные часики. Три минуты они сыпятся. И он как раз сейчас купается. Хочу ему отнести. Потом будет зубки чистить. И как раз попробует. Всем доброе утро. Я собираюсь готовить панкейки. На полбиной муке и на овсяном молоке. Здесь у меня уже овсянка. Буду готовить овсяную кашу на овсяном молоке. И здесь я поставила варить фасоль на лобби. Панкейки готовы. Сегодня прям так много получилось. И готовила не на яблочном пюре, а на картофельном крахмале, на полбиной муке и на овсяном молоке. И кашка на овсяном молоке с изюмом, с клубничкой, с бананом. Отварила фасоль. Слила один половник жидкости от фасоли. И теперь я должна одну третью часть фасоли вот так вот размять. Покушали и вышли сразу на улицу. Видите, с Мироном уже пошли. А, вон они уже даже дорогу перешли. У нас сегодня суббота, машин нет. Можно свободно в дорожку переходить. Мы решили немножко прогуляться. У нас сегодня внизу на Фовинкеле Тродельмарк. И мы хотим пойти посмотреть, что там. Погулять немножко. Мирончик уже папе на шею залез. Мы куда-то завернули. И там вот виднеются палаточки. Сейчас пойдем посмотрим. Смотри, какие здесь курочки, петушки висят. А здесь самолетики. Рай для Мирончика. Столько машинок. Здесь даже велики продаются. Наша с Витей мечта. Мы все никак не доберемся, не купим. Вот этот велосипед стоит 30 евро всего лишь. Короче, прошлись по этому рыночку и купили велосипед за 50 евро. И сейчас еще второй там стоит за 30 евро. Хотим купить дешевенький на лето. И будем кататься. И еще один взяли за 30 евро. Приятно так прогулялись. Будем летом кататься. Мы встали тут в сторону. Папа наш поехал на велосипеде домой. Он сейчас машину привезет. Потому что неудобно. Два велосипеда. Еще Мирона велосипед. И мы хотим еще купить что-то на рыночке из овощей, из фруктов. Короче, вот так вот мы спонтанно приобрели велосипеды. Потому что мы подумали, что если мы будем ждать откладывать на велосипеды, это минимум надо 500 тысяч евро, а то и 2 тысячи. Сейчас мы на это не рассчитываем. Поэтому мы решили все равно не отказывать себе в велопрогулках. И хотя бы, не знаю сколько нам эти велики прослужат, хотя бы это лето покататься. Вот один стоит 30 евро, другой 50. Я думаю, что даже если они сломаются, будет не жалко. Год назад мы купили детское кресло для Мирона, но так мы его и не использовали. Оно у нас в келлере просто так лежит. Вот наконец-то оно нас дождалось. Мы пришли на рыночек. Здесь ящик Манго стоит 4 евро. А здесь 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 штук. Ящик голубики стоит 7 евро, а одна штучка 1 евро. Мы закупились немножко. Еще здесь помидорки черри. Все, мы разделяемся. Витя поедет с Мирончиком на машине, я на велосипеде домой. Все, я на месте. Как мы вовремя взяли эти велики. Сегодня мы получим огород, будем на огород на них ездить. Наша добыча на рыночке. Ящик айсберга здесь 10 штук, стоил 6 евро. Манго, как я уже говорила, 8 штук, стоило 4 евро. Ящик голубики, 8 упаковочек по 125 грамм, стоил 5 евро. И помидорки черри Витя их берет на работу. И я часто с ними готовлю. 11 баночек стоило 6 евро. И поедем еще в норму немножко закупимся, а то у нас пустой холодильник. Ой, здесь помидорки еще продают. Написано Kinder Game Music. Интересно, маленькие помидорки вырастут или большие. Здесь просто желтые есть, здесь красные. Интересно, взять, не взять. Стоит 2 евро. Мироночка уже книжку читает, а я редиску возьму, такая красивая, крупная. Пучок стоит 59 центов. Вот, для примера, айсберг одна штучка евро 49 стоит. Манго здесь тоже стоит евро 29 одна штучка. А мы взяли как бы не за 50 центов одну штучку. Мы приехали еще и в Алде. Здесь биотовары распродаются. Кокосовое молоко 79 центов за 200 миллилитров. Веганское печенье за евро 29. Вот мы и вернулись с магазином. Сейчас быстро все раскидаю и буду готовить обед. Витя взял себе какую-то колбаску, фисташки, кокосовое молоко, 3 упаковки. Одну уже открыли, Мирон чуть-чуть попил. Большой пакет яблок 3 килограмма, нектарины, красные яблоки, желтые яблоки, бананы хорошие, желтенькие, абрикосы, лимоны. Это я взяла 2 упаковки кофе. Мой папа только такой пьет. Привезу ему гостинцы. Нашла полбяную муку, взяла 2 килограмма и 2 пачки овсянки. Также взяла мякоть томатов 2 упаковки. Взяла веганские печеньки с шоколадом и с апельсином. 2 большие банки сиропа по 500 грамм. Темный шоколад с мятой, цукини, авокадо, паприка, баклажан и 5 зеленых огурцов больших. И диска помидоры. Это варенье клубничное. 2 сетки картошки по 2,5 килограмма и лук. И подкупила еще семена, шпинат, зеленый горошек, свекла, цукини, морковка и огурцы. Для лобби я обжариваю лучок до золотистого цвета. Фасоль я уже посолила. Солю из расчета на 1 килограмм 10 грамм соли. У меня было 580 грамм, я 6 грамм добавила. Отправляю обжаренный лук в фасоль. Сюда же мелко нарезанную петрушку. Сюда же пару зубчиков чеснока выдавила. Бульон я добавила немножко специи. Гара масала, карри, корица, мускатный орех и столовая ложка яблочного уксуса. Я знаю, что обычно добавляют хмели-сунели, кориандр. Но у меня не было этих специй, поэтому я добавила свои. Отправляю в фасоль. Все перемешала. Но вот мне не хватило как будто бы томатной нотки здесь. Я, наверное, сейчас пассерованный томат подогрею и добавлю сюда. Вот этот возьму из пачки. Вот так я поступила. Просто переложила все в сковородку и хочу немножко прогреть. Потому что фасоль я варила утром, а лобио я сейчас доделываю. Поэтому буду подавать это все как соус к пасте. Решила хорошенько прогреть. Кушать пора. О, Витя помыл свой байк. И Мирон моет тут свою машину. Намывает. Пойдемте кушать. Вот такая вкусняшка получилась. Ароматный, сытный лобио. И макарошки цельнозерновые. Весь холодильник забит у нас теперь айсбергом. Помидорками черри, редиска, овощи, фрукты. Вот так все выглядит. Мы вышли на улицу. Опять Мирончик поспал дневной сон. И наконец-то наступил этот долгожданный день. Сегодня мы увидим наш огород. Мы сейчас именно по этому поводу вышли на улицу. 15.30 уже начали раздавать участки. Сейчас уже 4 часа. И мы как раз доедем, посмотрим, какой участок принадлежит нам. Я даже взяла уже тяпочку с собой. Возьмем еще с собой два стульчика там поставим, чтобы было нам где отдохнуть. И закажем столик, чтобы у нас там было место отдыха. Витя побежал взять стульчики. Из келлера закинет багажник, и мы поедем. И мы когда шли сегодня, я вспоминала о том, что осенью, когда мы прогуливались, и нас впервые посетила эта идея взять этот огород в аренду. И нам казалось, ой, это еще так долго. Когда эта весна будет? Сейчас только сезон заканчивается. Там только люди собирали урожай с этого огорода. И нам казалось, что это правда ждать очень-очень долго. Но этот день настал. Сегодня, наконец-то, оказалось, что не так уж и долго. Мы приехали уже в фермерский дворик, сейчас мы все узнаем. Так, здесь все закрыто оказалось, едем дальше. Едем сразу на место, там будет все видно. Тут столько машин, видимо, мы приехали вовремя. Все, здесь уже все пронумеровано, посажено, огорожено. Там уже люди получили свои огороды. По случаю открытия дачного сезона угощают пирогами, фруктами. Здесь такая классная атмосфера. Все выбрались на улицу, наконец-то получили свои огороды. Я засняла ассортимент. Здесь будет качанный салат, листовой салат, кольраби, два рядка. Остроконечная белокочанная капуста. Фенхель, сельдерей, лук-порей. Два рядка фасоли и зеленый горошек. Следующее название я так и не смогла перевести. Не знаю, что это такое, но здесь тоже два рядка. Спрошу у Вити, либо спросим уже на огороде, что это такое, посадили. И последние рядки, это четыре вида разного картофеля. В общем, ассортимент хороший, также можно и посадить что-то свое. Мы приехали домой, Витя с Мирончиком пошли на улицу. Витя прикручивает сиденья на второй велосипед. Тот, который с багажником. И собирается его еще помыть. А я вся в расстроенных чувствах ушла домой. Я так расстроилась, что мы не получили сегодня огород. Потому что я так этого ждала. Не получили мы его по той причине, что наш платеж еще не дошел. Витя заплатил где-то три дня назад. Но, видимо, в выходные дни. Короче, не знаю, по какой причине он еще не дошел, наш платеж. Хоть он взял с собой доказательства, распечатал, что мы уже все оплатили. Но, к сожалению, эта женщина сказала, что она отдаст нам огород только после того, как придут деньги к ней. Потому что она сказала, что у нее уже есть два человека, за которыми она до сих пор бегает. И вроде как она даже с ними судится. И поэтому она сказала, что я вам верю на 100%, но все равно я должна получить деньги. И после этого я отдам вам огород. Она сказала, что примерно во вторник или в среду, или даже в понедельник мы получим огород. Но у меня уже как-то пропал запал, пропало настроение. Мне надо прямо стыть. Потому что я говорю, сейчас я прямо в расстроенных чувствах, что так все вышло. Потому что я очень надеялась, что мы получим его сейчас. Потому что сегодня уже 14 мая, завтра будет 15 мая. Уже скоро люди будут урожай собирать. И мы еще не посадили ничего. Хотя там они сами все посадили. Мы видели, все классно, все растет. Но все равно хочется и самой тоже там поучаствовать, поковыряться. Мы даже закинули стулья с собой. И мы уже были полностью готовы остаться там, посмотреть свои владения, так сказать. Но судьба распорядилась иначе. Видимо, нужно запастись еще терпением и подождать немножко. Хотя, говорю, у меня уже как-то запал и настроение пропадает. Надеюсь, что все-таки они вернутся ко мне. Просто мне надо остыть. Папа прикрутил наконец-то ему сидение. Сейчас будем примерять. Ух ты! Работает все. Мирон, нравится? Витя прикрутил сидение. И мы решили немножко прокатиться, сделать небольшой кружок. Где-то на часик. Надо подкачать колеса. Витя попытался второе колесо накачать. И у него сразу тут что-то отвалилось. И колесо сдулось прям мгновенно. Короче, он пошел теперь искать деталь. Какую-то железочку. Похоже, наша велопрогулка отменяется на неопределенный срок. Мы с Мирончиком решили сами прокатиться. Как хорошо, да, Эля? Мы с Мирончиком уехали одни. Витя остался там чинить свое колесо. Мы едем вот по этой дорожке. И видим, на обочине валяется велосипед сломанный. Просто так. Я открутила там с колеса вот эти штучки. Как раз они, видите, нужны, чтобы колесо починить. И когда вернемся домой, ему отдадим. Он починит свое колесо. Так что вселенная нам каким-то чудесным, волшебным образом помогает. Мы увидели красивую машинку с мороженым. Сынок, мамы мороженое не будет, потому что маме надо рулить. Только ты будешь мороженое кушать, хорошо? И смотреть вокруг. Ладно? У нас небольшая остановочка попить водички. Мирончик тоже пьет. Здесь такая классная дорожка. Мы уже доехали до Фаррисбекстрассе. Уже 4 километра почти уехали от Фавингеля. Мы уже потихоньку возвращаемся домой. Сделали остановочку. Мирон здесь решил спортом позаниматься. Наш спортсмен. О, ты молодец. Следующая остановка у нас детская площадка. Не смогли проехать мимо. Уже 9 час. Потихоньку даже солнышко садится. Мы с Мироном на детской площадке. Папа наш, наверное, в восторге. Сегодня у него столько свободы. Тебе надо подкачать чуть-чуть. Давай. Как тебе петел? Хорошо. Хорошо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова Продолжение следует...